ТГБ Продакшн представляет Александр Котобус-Горбов Сам себе властелин Книга вторая Владыка Калькуары Глава первая Ненавижу, когда меня отвлекают шумом и криками. Только я устроился на кухне, чтобы доесть обед, и опять у ворот скандал. Эльфийский король вернулся. Решил покаяться, заплатить мне за беспокойство и уйти в монастырь? Даже если и так, пусть подождет. Владыка! Закрыто на обед! Так там что угодно может подождать, а бутерброда нет. Обед у меня! Зеленая морда орка исчезла, дверь закрылась, и больше меня никто не беспокоил. Я, не торопясь, поел, выпил чаю, нашел в шкафу конфеты и еще раз почаевничал. И только придя в благодушное настроение, пошел к воротам. Ну что там за неожиданные гости? Никто в замок не рвался, а вот из него очень даже. Вы таки обязаны меня выпустить! Ко мне навстречу бросился гоблин Лев Бонифатьевич. Я работу сделал? Сделал. Претензии есть? Нету. Прошу выпустить меня из замка. Я вопросительно посмотрел на урубуку. Никак не лжа! Орк покачал головой. Калькуара на ошадном положении. Выход разрешен только патрулям фуражера моей владыки. Я этого не потерплю! Взвизгнул гоблин. Нельзя запирать честного гоблина! Позвольте, я прищурился. Вы, Лев Бонифатьевич, оплату получили еще вчера. Так? А что же вы сразу не уехали? Надо было собраться, проверить, не забыл ли инструмент. Или задержались, чтобы лишний раз задарма пообедать? Гоблин обиженно засопел. Что же вы, Лев Бонифатьевич, на ужин не останетесь? Не могу! Никак не могу! У вас тут погром начинается! Будет шумно! Крики! Беспорядок! У меня тонкая душевная организация. Мне нужен покой. Владыка! Скажите вашему Охку, чтобы он меня выпустил! Не могу! Урубука отвечает за барону. И я не буду вмешиваться в его решение. Что же делать? Гоблин чуть не расплакался. Меня дома ждут, скучают, внуки рыдают без дедушки. Могу предложить стать фуражиром. Гоблин посмотрел на меня с подозрением. Вы таки хотите от меня что-то незаконное? Не без этого. Лев Бонифатьевич, вы же всех в Кимнара знаете? Ну, не всех. Не преувеличивайте. Половину, не больше. Так вот, против нас ввели санкции. Отказываются, понимаете ли, продавать оружие. Думаете, я буду нарушать закон? Зачем нарушать? Нет. Просто найти законный способ обойти санкции. Или оставайтесь в замке. Кормить будем бесплатно, к делу приставим. Гоблин поджал губы, прищурился и минуту молчал. Ладно, будет вам законный обход. Вот отлично. Обговорите с Урубукой, что нам надо, и езжайте себе домой. Лев Бонифатьевич вздохнул. У вас точно в роду не было гоблинов. Руки вы выкручиваете не хуже моего папеньки. Гоблин еще раз вздохнул и пошел к Урубуке за списком оружия. А я отправился в казну. В гостиной моего особняка в Кимнара мы появились вдвоем с Сеней. Монстр тащил два тяжеленных саквояжа, набитых золотом. Даже вспоминать не буду истерику казны, когда я приказал их выдать. А вот надо. У нас война, между прочим, очень затратное мероприятие. Ждать Кейри долго не пришлось. Владыка! Я тоже рад тебя видеть, Кейри. Садись, для тебя есть гора поручений. Разрешите, я принесу чаю и легкую закуску. Опять есть? Я хотел отказаться, но Сеня так радостно заугукал, что я махнул рукой. Неси! Впрочем, Кейри не стал тащить все сам, а поручил Свену. Пока парень расставлял на столе чашки и тарелки, лысый ательер устроился напротив и со вниманием уставился на меня. Я готов, Владыка! Начнем с приятного. Из саквояжа я достал свиток с печатью на шнурке. Прочитай. Ательер развернул документ. Глаза у него расширились, а брови полезли на лоб. Грамоту о пожаловании ательеру титула темного барона составил мумий по моей просьбе. Верных соратников надо награждать, особенно накануне потрясений. Владыка! Кейри попытался упасть передо мной на колени, но я запретил. Ты достоин этого, как никто. Носи титул с честью. Я не достоин! Мне виднее, Кейри, не спорь. Земель к титулу дать пока не могу, но чуть позже мы это исправим. Не надо, Владыка! Титула мне довольна! Отпразднуем после, а сейчас нас ждут во-вторых, в-третьих и десятых. Я вытащил свиток шагры. Для начала продовольствия. Битый час мы корректировали заказ. Кое-что вычеркнули, типа сладостей и копченой осетрины. Кого орка собралась этим кормить в осажденной крепости? Кейри предложил дополнить список эльфийскими сухарями, быстро растворимым супом и хрукусиками. И это еще что? Ну, это такая копченость. Тонкие полоски мяса солятся, коптятся и высушиваются до прозрачности. Очень твердые, ее даже жучки всякие не жрут. А нам она зачем? Замочить на сутки, три раза сменить воду, потом отварить. Получается очень сытный суп, если картошки кинуть. Хрукусики делают кочевники из западных степей. Популярная штука, чтобы брать в дорогу. Не слишком вкусная, правда. Годится, записывай. Мы там не застолье собираемся устраивать. Кейри, старательно высунув кончик языка, принялся оскрипеть пером. Вот на расходы. Я пододвинул ательеру саквояжи. Что это? Открой и посмотри. Кейри даже охнул, увидев груду золота. Владыка, зачем столько? Ты за свои собираешься продукты заказывать? Если понадобится. Дальше будут еще расходы. Трать и не жалей. Еще бы оружие докупить. Не продает. Кейри поморщился. Я только в оружейную лавку зашел, как мне сразу. Приказ от Совета Старейшин. Вы в белом списке. И Свен тоже. Сволочи. Сказать, кому не поверят. Скелеты пришлось сельхозинвентарем вооружать. И тут мне в голову стукнула отличная мысль. А ведь предки наверняка делали вилы с умыслом. Что, если и они были в такой ситуации? Кейри, у вас кузнецы берутся за срочные заказы? Почему нет? Главное, чтобы оплата была. Только они оружие для вас делать не будут. Ай, не надо. Обойдусь. Мне требуется штук пятьдесят коз из оружейных сплавов. Кейри недоверчиво посмотрел на меня. Даже не знаю. Можем послать Свена. Я сам съезжу. Надо будет торговаться, а он слишком неопытен. А я пока тут побуду, чтобы нашего Торквина не нервировать. Кстати, заедь к какому-нибудь дешевому портному. Мне нужны черные балахоны с капюшонами. Отельер почесал в затылке, кивнул и отправился делать заказ. Пока Кейри мотался по кузнецам, я взялся учить Сеню играть в Чипая. Должен же у мумия быть хоть один достойный противник в замке. Монстру игра понравилась, особенно когда он начал выигрывать. А вот проигрыши он воспринимал абсолютно безразлично. Я даже позавидовал. Хочу такую выдержку и пофигизм. Радоваться победам и не огорчаться поражением. Это просто высший пилотаж. Еще партию! Угук!